Добрый день! Не так давно мне попалось на глаза видео моего коллеги, в котором был вот этот кубик Gearshift от компании Meffert, вернее его реплика, подделка от неизвестного производителя. И там была одна проблема. Gearshift должен раздвигаться. Вот так. И раздвигаться должен он по всем осям. А в представленном видеокубике был только один вариант, и раздвигалась он только по одной оси. Либо брак, либо плохая подделка, что-то такое. Будьте внимательны. Я, естественно, сразу пошел проверил свой, а я его на тот момент еще и не собирал. Но с моим все оказалось в порядке. Gearshift от неизвестного бренда. Обращайте внимание на строение, если там есть фотографии. Но такое бывает. Позже я увидел подтверждение, что это не единичная проблема. Так что имейте в виду. Ссылку на видео я оставлю в описании. Посмотрите. Но раз уж достал, надо немного про него рассказать. Это шестеренчатый куб. 2х2. Но не совсем обычный. Мы привыкли. Герклуб 3х3. Похож на трешку, но вращается вместе с центрами. Собирается, кстати, несложно. На канале есть обучающее видео. Здесь же, как 2х2, он не вращается. И в нераздвинутом состоянии максимум можно сделать вот какие-то вот такие вот движения. Они, конечно, запутывают, но продолжив их делать дальше, можно, наверное, кубик обратно и собрать. Попробуем. Ни разу не делал. Просто вращаем противоположно вот эти круглые крупные уголки и смотрим, что получится. Ну вот, вернулась форма, но уголки развернулись. То есть, вероятно, если продолжать это делать, то что-то еще и произойдет. И вот спустя какое-то количество поворотов все вернулось. Вряд ли это интересная сборка. Но, если мы раздвигаем, то мы получаем вращение вот этой половины кубика отдельно. Если бы у нас раздвигалось только по одной оси, как у подделки, не очень качественной, то мы бы перемешали здесь, мы бы перемешали здесь и вернули обратно. Но собирать-то как? Просто покрутить в обратную сторону и все. Сборка тоже так себе. Не сложно. Сколько-то поворотов я сделал. Либо в одном направлении, либо в другом. Ну, где-то быстрее, где-то медленнее. Но все соберется. Вот так будет собираться гиршифт, который только в одном направлении раздвигается. Но, если у нас полноценный головоломка, пусть и не оригинальный от Мефферта, то становится поинтереснее. Перемешаем здесь. Надо до конца раздвигать, чтобы перемешивать. Кстати, есть еще кубик шестеренчатый 2х2. Тот уже более-менее полноценный. Тоже здесь Меффертс, Оскар. Но этот уже как 2х2 вращается. Он не раздвигается, но можно делать вот так. Не собирал еще, а как-нибудь покручу. Расскажу про него отдельно. Это второй кубик 2х2 шестеренчатый. Это не единственный. Но здесь вот можно пиф-паф делать. Все как на обычной двушке. Вернемся к этому. Вот перемешали тут. Перемешали тут. Сдвинули. Раздвинули. В другой плоскости. Тут покрутили. Там покрутили. Главное не собирать. А то она собирается. Как-то так. Не помню, в какой раздвигал. Допустим, еще вот здесь можно раздвигаем. Крутим. Крутим тут. Понятно, что при таких манипуляциях все уголки остаются на своих местах. Они только поворачиваются. Но поворачиваются на разное количество оборотов в зависимости от того, какой половинку мы вращали. Да, и можно поворачивать еще целиком. Тоже что-то получится. Вот перемешано стояние гиршифта. И большая часть сборки здесь абсолютно интуитивная. Углы-то не перемещаются. Значит, вот это определенно какая-то грань. Мы видим здесь вот четыре красных цвета. Вероятно, грань красная. Как бы ее собрать? Ну, отделим половинку от нее. Вот, кажется, здесь два синих. Но здесь два синих нет, поэтому грань не синяя. Красный и красный. И тут два красных. Значит, грань красная. Удобнее вращать за крупный уголок. Мелкий вращается с большей частотой. Ну, и вращаем пока вот эти два уголка не совпадут. Вот они совпали. Вращаем, значит, вот эту половинку. Пока красные цвета не совпадут. Непонятно, в какую сторону. Возможно, это можно просчитать. Просто вращаем. Вот совпали. Сдвигаем. Одна грань есть. Можно собрать какую-нибудь еще. Ну, либо тут желтую, либо тут синюю. Неважно. Отодвигаем собранную грань в сторону. И вращаем какой-нибудь крупный уголок, пока здесь что-то не произойдет. Ну, вот будем ждать на два синих угла. Можно и за маленький вращать. Просто придется делать больше движений. Ничего главное не пропустить. Вот почти. Наверное, надо еще немного. Если я не пропустил, разок обычно бывает быстрее. Получаем. Собрана красная сторона. И синяя еще сторона собрана. И здесь возможны всего лишь три ситуации в конце. Это надо развернуть два уголка. Либо маленький один, либо отдельно большой. Ну, это общий случай. Все здесь будет легко. До дальнейшего догадаться не так просто, но тоже возможно. Главное понять смысл. Для начала развернем маленький уголок. Выдвинем грань, на которой находится этот угол, на себя. Вперед. Ну, прежде надо посмотреть, куда поворачивать нужно. Вот этот элемент, оранжево-желтый, надо поставить вот сюда. Один оборот направо. Почему один оборот? Потому что этот зуб на один зуб смещен. То есть, вот сюда на один зуб нужно. Могло быть на два, могло быть на три. Можно было в другую сторону. Да, ну, запоминаем вот один зуб направо. А значит, будем вращать вот этот маленький уголок по часовой стрелке до тех пор, пока вот здесь вот не будет целый оборот. То есть, вот эта оранжевая наклейка не вернется. Можно вращать и верхние, но придется в другую сторону. Вот получилось. Вздвигаем. Раздвигаем. В другой плоскости. То есть, чтобы было на себя, это вправо. Делаем то же самое. Вращаем этот же уголок опять по часовой стрелке, пока вот это не вернется. Либо можно вот это против часовой вращать. Либо до тех пор, пока вот здесь вот эта часть не соберется. Все собралось. Возвращаем. У нас уже получается, что уголок развернулся. Осталось восстановить верхнюю часть. Чтобы ее восстановить, мы ее отодвигаем верхнюю. И вращаем вот этот верхний уголок до тех пор, пока вот это вот все не починится. Ну и чтобы вращать меньше, мы просто будем делать это по часовой стрелке. Вероятно, на один оборот. Да, может потребоваться больше. То есть, ровно столько же оборотов, сколько и вращали здесь. Получилось. А вот этот мы не разворачивали еще. Ну, придется развернуть и его. Ставим также сюда, справа, снизу, спереди. И повторяем процедуру. Ну, а теперь нужно посмотреть, куда его нужно повернуть. Вот этот зуб должен стоять вот здесь. Он оранжево-зеленый. Оранжево-зеленое место. Раз, два. На два зуба. Но крупный уголок вращается в два раза медленнее, чем маленький. И поэтому оборотов нужно делать в два раза меньше, чем хочется. Хочется два, мы будем делать один. И опять по часовой стрелке. Делаем то же самое. Выдвигаем. И смотрим вот на эту наклейку. На синяя должна вернуться. Один оборот. Получилось. Задвигаем. Иногда сопротивляется. Ну, ничего страшного. Выдвигаем вправо. Главное, до конца выдвинуть, иначе детали будут цепляться. Делаем то же самое. Либо запоминаем наклейку, либо пока вот здесь не восстановится. Выдвигаем. И верхнюю часть. Можно вращать маленький по часовой стрелке на один оборот, либо большой. Ну, получается, уже в другую сторону. Я буду большой вращать. Мне так больше нравится. Ну, и все. Гердшифт собран. Не сильно сложная головоломка, но догадаться до последнего этапа не всегда просто, хотя и возможно. Сам я это не придумал, где-то увидел. Мне идея понравилась. Возможно, так все и собирают. Не сильно сложно, но вполне интересно. Гердшифт, шестеренчатый куб 2х2, который можно раздвинуть. Кстати, вот если я раздвинуть чуть не до конца, то уголок цепляется за другой, и вращение не происходит. Нужно именно побольше. Больше сантиметра получается. И сантиметра полтора раздвигается. Но эта головоломка не оригинальная. Возможно, Мефферт будет крутиться и раздвигаться получше. У меня есть еще много шестеренчатых кубов. Со временем я про них расскажу. Будет большое видео по 3D3 версиям от 1.1. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.